Так, что касается у меня звука, у меня звук пишется на мой телефон, даже вот сейчас я пишу его на телефон. Блин, все время по привычке открываю не то, что нужно. Вот, диктофон хороший, это хорошо, но диктофон стоит хороших-хороших денег. Вот, поэтому я решил как. У меня GoPro Hero 2, в GoPro Hero 2 есть возможность подключать внешний микрофон. У меня телефон Samsung S2, там есть возможность подключать внешний микрофон. Вот у меня, допустим, телефон, да, вот у меня телефон. Сейчас он пишет звук при помощи переходничка. В переходничке у нас идет, сейчас звук немножко поменяется. Четыре пина. Раз, два, три, четыре. То есть получается, что для того, чтобы подключить микрофон к GoPro, мне нужен совсем другой переходник, совсем другим расположением контактов. То есть для этого мне нужен другой микрофон. Здесь, кстати, у меня подпаян самодельный микрофон с GoPro. В GoPro я впаял со старой своей камеры микрофон. Думал, что что-то это поможет, но по факту это ничего не дало. То есть получается, где-то надо хороших микрофонов набрать, чтобы сделать все переходники, которые надо. Увидел у Влада на канале ролик о микрофоне. Увидел, что он микрофон купил. Вроде бы как он им снимает до сих пор ролики. Я думаю, что именно им. Ну, то есть он его в свой диктофон вставляет. То есть я не спрашивал у него, но думаю, что, наверное, все-таки им. И звук у него нормальный. Нормальный, все хорошо слышно. У меня в данном случае тоже нормально слышно. Разобрать слова можно. Если, конечно, придираться к словам, там можно сказать, что там не такое звучание правильное, там какие-то посторонние шумы, может там бас неправильный или высокие частоты неправильные. Но по факту главное, чтобы люди узнавали голос. Ну, я по себе сужу. И хочу сказать, что мне, допустим, это важно. Узнавать просто голос. То есть что человек говорит, чтобы не вслушиваться в то, что он говорит. Для меня это главный аргумент. Я очень давно его хотел. Он собака дорогой. Он, по-моему, 38 долларов стоит. Дело в том, что у него есть возможность подключаться сразу и к телефону, и к этому самому, диктофону, и к зеркалке, и, блин, еще к чему бы там ни было. Но мы все это с вами посмотрим и все мы это с вами попробуем. К телефону мы даже прямо сейчас, практически прямо сейчас попробуем. Давайте мы его распакуем. Посмотрим. Добавим немного света. Посмотрим. О, кстати, тут смотрите, что мне пришло. Не вываливалось. О, силикогель. Я их собираю. Раньше выбрасывал, сейчас собираю. Нормальная штука. Так, коробочка. Ну, ничего, коробочка нормальная. Так, вот такая штучка. Это неинтересно. Юзер мануал. Юзер мануал English. В принципе, в принципе, я думаю, что здесь юзер мануал необходим. Почему? Потому что довольно много всяких няшек тут нарисовано. Вот. Пожалуйста. Вот. Ставим на паузу, смотрим. Ну, вот еще. Так, половину. Большую половину я не знаю, что оно вообще означает. Даже гадать, наверное, не буду. Так, вот это можно, наверное, смотрели, да? Или нет? Не знаю. Коробочка. Офигенная коробочка. Коробочка реально офигенная. Вот у меня жена сделала коробочку. Здесь я ношу микрофон и реально выручает. Реально. Просто офигенно выручает. Потому что, во-первых, в микрофоне куча всяких проводочков. Ну, на вскидку, короче, я думаю, вы поняли, да? Даже я сейчас попробую показать. Вот у меня делался еще один микрофон. Вот. Тоже для телефона. Один я хотел сделать с, как его называют, с шумодавом. Второй без шумодава. Нашел какой-то галимый микрофон. И он оказался реально галимый. То есть, звук на телефоне был намного хуже. Поэтому у меня вот остался такой полуфабрикат недоделанный. Найду хороший микрофончик и сюда припаяю. Вот. Получается, смотрите, да? Вот микрофон у вас лежит. Вот. Смотрите, как куча проводов. Ну, вот киньте вы его в сумку, да? А если у вас еще зарядные какие-то шнуры? Это, конечно, жесть. И по факту получается, что если вы подтянете где-то его, он растянется. Он где-то там может заминаться или еще что-то. Если вы не будете беречь микрофонный кабель, то впоследствии вы просто запишите какой-то треск, запишите какую-то ерунду. А если вы еще пойдете в поход и наберете какого-то оборудования, и данное оборудование вам вместо текста запишет какую-то ерунду, вы будете, я думаю, мало сказать, что опечалены. Разозлены, да, скорее всего. Поэтому, что касается проводов, желательно, конечно, их в таком боксе иметь. Но то, что в комплекте идет такой офигенный бокс, это, конечно, 5 баллов. Ты его кидаешь себе в рюкзак и вообще не переживаешь. Причем он сделан довольно-таки по виду неплохо. По виду он довольно-таки, скажем так, даже... Приятный. Открываем. Замочек работает замечательно. Есть место крепления под карабинчик. Что тоже... Что тоже дает плюсик ему. Круто! Молодцы, Апутуры. Молодцы, Апутуры, Алав. Открываем. Вау! Но это надо показать. Это надо просто показать. Я надеюсь, у меня получится потом сложить все точно так же аккуратненько, как это положили они мне. Я не знаю. Я реально не знаю. Смотрите. Это просто, конечно, крутяк. Вау! Да. Остаются, честно говоря, только приятные впечатления. Так. Это, я так понял, усилитель или питание. Ну, вот тут написано, что куда. Это ветрозащита. Смотрите, моя ветрозащита. Сейчас будет все шебуршать. Но я должен показать. Вот моя ветрозащита. Вот эта ветрозащита. Ну, круто. Ничего так. Сегодня пойду с собакой гулять. Возьму телефон. Я на диктофон попробую что-то записывать. Дальше, смотрите, здесь есть вот эта штучка. Сюда можно ложить ветрозащиту. Можно вот так вот складывать. Что довольно-таки прикольно. Вот. И эта штука вынимается. Вынимается. И здесь у нас находится еще какая-то штука. Это. Наверное, специально, чтобы крепить. Скотч. Для того, чтобы крепить. Для того, чтобы крепить где-то незаметно микрофон. Я думаю, что он мне пока что не нужен. Переходник 4х4. Похож на переходник телефонный. И я думаю, знаете, для чего это нужно? То есть, если тебе удобно, ты вставляешь в телефон вот таким образом. Либо, если тебе удобно, в таким образом. Любым образом вставляешь. Тут написано форму мобилы. Наверное, это в телефон. А может... Не знаю, короче. Я думаю, что любой стороной вставляется. Мобильный телефон, понятно. Но может быть и не любой стороной вставляется. Так. Оставляем все. Как есть. Шумодав. 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 Похож на хвостик ролик. Так, так и есть. На пальчик одевается. Щит. У меня еще с того ролика блин. Майкл Джексон. Твой палец Майкл Джексон. Так. Дальше что у нас тут есть? Не зарядка. Не. Это не зарядка. Это сам микрофон. Это сам микрофон. Причем микрофон очень длинный. И опять же переходники. Переходники чем-то мне напоминают ролик там, где я программировал радиостанции. Там тоже были вот такие переходники. Вот как выглядит сам микрофончик. Довольно-таки прикольный крокодильчик. Очень жесткий. Просто так не вывалится. Вынимается само крепление. С микрофона сам микрофончик. Вот этот поролончик тоже вынимается. Вот такой у нас микрофончик. Красивенький. Это у нас наушники. Это у нас микрофон out. Это у нас микрофон вход. То есть вот у нас микрофон вход. Это у нас микрофон вход. Вот, и сразу же загорелся зеленый светодиод. Так, есть. Дальше что у нас? Эта штучка очень мягенькая, резиновая, приятная. Попробуй. Да, приятно. Так, дальше что нам нужно? Дальше нам нужно подсоединить телефон. Ну, давайте как раз мы сейчас пишем звук. Попробуем писать звук этой штукой. И сразу же, кстати, услышим разницу, есть ли у нас разница или нет. Вот, вынимаем звук, пишем. Да, 16 минут, вот у нас 16 минут, звук уже пишется. Выключили мы микрофон, пишем на звук телефона. Теперь мы что берем? Теперь мы берем формобила. Ну, получается вот это у нас сюда, но давайте мы, наверное, сперва... Может, наоборот, вот эта штука вставляется вот сюда. А вот этот квадратный телефон? Не, ну вот же нарисовано формобила. Формобила. И вот сюда втыкается. А вот это for record. For record? Где у нас for record? For record? Ага, вот это диктофон. Это диктофон. Вот это у нас, получается, для мобилки. Втыкаем сюда, втыкаем. А вот это, получается, втыкаем сюда, да? В out. Ну, давайте попробуем. Вот это втыкаем сюда. Дальше. Вот это втыкаем сюда. Наушники подключены. И, по идее, у нас уже звук идет через вот этот микрофон. Но это только по идее. Сейчас мы его прицепим и посмотрим, так ли это на самом деле. Вот, по идее, у нас... Ну да, все видно. Видно, звук пишется. Вот, смотрите, идет диаграмма записи. То есть, все видно. Опять же, мы можем в момент записи звука, я так понял, слушать. Вот здесь написано, выход на наушники. Мы можем, наверное, я не знаю точно, слушать, что у нас записывается. Ну, давайте попробуем. Тут написано, выход на наушники идет и зарядка. Давайте посмотрим. Так, я вставил наушники, но ничего я не слышу. Абсолютно ничего я не слышу. Поэтому даже не знаю, что она дает или ничего не дает. Никаких кнопочек здесь нет. Клипса. Клипса очень прочная. Очень прочная, очень хорошая. Так, по факту наушников ничего сказать не могу. Вот, берем, короче... Заодно, кстати, будет видно, сколько у нас выходит. Сейчас выходит 5,2 вольта. Вот, сейчас будет видно, сколько выходит ампер. Он больше, по-моему, 1,5 ампера. Или даже 2. 2,1, по-моему, ампер дает. Так, включаем. Включили. Идет зарядка. Здесь нарисовано... Сейчас я вам даже постараюсь это показать. Загорелся вместе с зеленым и красным светодиод. Вот он горит. И также здесь у нас, получается, показано, что 0,1 ампера всего лишь идет. То есть, вообще, 5,1 вольта и 0,1 ампера. 100 миллиампер. Хорошо? Так, видео. Видео. Выполнить и фокусировку. Так, сейчас мы выключим стабилизатор ON. Так. Включим ручную фокусировку. У нас здесь вход для микрофона. Вход для микрофона. Держим. Ага, вот тут у нас есть вход для микрофона. А вы out. И микрофон, я так понял, да? Да, это, по-моему, микрофон. Есть ли у нас здесь вход для микрофона? Сейчас посмотрим. Ни-фига. Ни-фи-га. В зеркалку... В зеркалку вставить возможности нет. Вот. Такой вот тоненький вход. И никакой из вот этих входов не подходит. Здесь вот эти все входы, они стандартные. По размеру, как 3,5 миллиметра джека. А сюда, наверное, нужен поменьше. Да, что касается моей зеркалки, точнее, зеркалки моей племянницы, ничего не получилось. Печально. Печально. И еще раз печально. Вот у меня GoPro прямо сейчас снимает. Мы даже ничего не будем выключать. Мы просто вымем GoPro с бокса. Вот. И вставим в GoPro микрофон. Ох, она нагрелась у меня, прохомая. Так. Что у нас получается? Получается... 3,4. Если будет писать хорошо, это, конечно, хорошо. Но данную опутуру, данную опутуру придется присобачивать куда-то к GoPro. А это не есть хорошо. Конечно, я думаю, что производители данной штуки рассчитывали на то, что как можно меньше были потери, уменьшили данное расстояние. Поэтому претензий у меня к ним нет никаких. Ну, конечно, хотелось бы подлиннее. Я не знаю, можно это, не можно. Но если производители задумывали такую штуку сделать и посчитали нужным сделать маленький провод, наверное, так оно и надо. Ну, все, в принципе. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получилось. Каким образом GoPro пишет у нас звук. Продолжение следует...